Глава 3. Лагорда Прежде всего в облике Лагорды привлекали внимание глаза, очень темные и спокойные. Она, видимо, изучала меня с головы до пят. Ее глаза прошлись по моему телу так, как это обычно делал Дон Хуан. В них были тоже спокойствие и сила. Я понял, почему она самая лучшая. Мне пришла в голову мысль, что Дон Хуан, должно быть, оставил ей свои глаза. Она была чуть выше остальных девушек. Когда она повернулась к ним, я отметил ее худощавое смуглое тело, великолепную спину и изящные линии ее широких плеч. Она что-то сказала повелительным тоном, и все трое сели на скамейку прямо за ней. Заслонив их своим телом, она снова повернулась лицом ко мне. Она была очень серьезна, но без капли мрачности или суровости. Хотя она не улыбалась, но явно была дружественной. Я отметил ее приятные черты. Лицо хорошей формы, не угловатая и не круглая. Маленький рот с тонкими губами, широкий нос, широкие скулы и блестящие черные волосы. Я не мог не отметить ее прекрасные мускулистые руки, сплетенные перед собой над серединой живота. Тыльной стороной руки были повернуты ко мне. Я видел, как мускулы ритмично сокращались, когда она сжимала ладони. Она была одета в длинное хлопчатобумажное выленившее платье, оранжевого цвета, с длинными рукавами и коричневую шаль. В ней было что-то ужасно успокаивающее и завершенное. Я ощутил присутствие Донна Хуана. Мое тело расслабилось. «Садись, садись», убеждающе сказала она. Я вернулся к столу. Она показала мне, куда сесть, но я остался стоять. Она впервые улыбнулась, и ее глаза стали мягкими и сияющими. Она была не такой хорошенькой, как Хосефина, и все же была прекрасней всех. Мы немного помолчали. Затем она объяснила мне, что с тех пор, как ушел на гваль, они делали лучшее, на что были способны. И что благодаря своей самоотверженности, они справляются с поставленной Донном Хуаном задачей. Я не вполне понимал смысл ее слов, но когда она заговорила, я более чем когда-либо ощутил присутствие Дона Хуана. Это не означало, что она копирует манеры Дона Хуана или подражает его голосу. Просто она обладала внутренним контролем, благодаря которому действовала так же, как Дон Хуан. Их сходство было чисто внутренним. Я сказал ей, что приехал сюда в надежде на помощь Паблита и Нестора, потому что я то ли слишком медлителен, то ли просто глуп в понимании путей магов. Я был искренним, но все обходились со мной почему-то злобно и вероломно. Она начала оправдываться, но я не дал ей закончить. Взяв свои вещи, я вышел из дома. Она побежала за мной. Не мешая мне собираться, она быстро говорила, как будто должна была до моего отъезда успеть сказать все, что хотела. Она сказала, что я должен выслушать ее и что она вынуждена ехать со мной до тех пор, пока не передаст все, что Нагвальд поручил ей сообщить мне. Я еду в Мехико, сказал я. Если будет нужно, я поеду с тобой и в Лос-Анджелес, ответила она. Я понял, что это правда. Прекрасно, сказал я, испытывая ее. Садись в машину. После секундного колебания она молча остановилась и повернулась лицом к дому. Хлопком сведя ладоши, она прижала их к низу живота. Затем, повернувшись лицом к долине, она проделала то же самое. Я знал, что она делает. Она прощалась со своим домом и окружающими его величественными круглыми холмами. Несколько лет назад Дон Хуан научил меня этому прощальному жесту. Он подчеркивал, что это очень мощный жест и воин должен использовать его экономно. Я воспользовался им всего дважды. Прощальное движение Лагорды несколько отличалось от того, которому учил меня Дон Хуан. Он говорил, что руки складывают как при молитве. Либо осторожно, либо с большой скоростью. В каждом случае схлопывая ладони. В обоих вариантах хлопок должен был уловить ощущение, которое воин не хотел забыть. Когда сложенные руки захватывали это ощущение, их с большой силой направляли к груди, на уровне сердца. Там это движение становилось кинжалом, и воин вонзал его в себя, как бы держа обеими руками. Дон Хуан говорил мне, что воин так прощается лишь в том случае, когда у него есть основания считать, что он может не вернуться назад. Прощание Лагорды захватило меня. «Ты прощаешься?» Спросил я из любопытства. «Да», — слуха ответила она. «Ты не прикладываешь руки к груди?» «Это делают мужчины. У женщин есть матка. Они накапливают ощущения там». «Ты учитываешь, что так прощаются только тогда, когда знают, что могут не вернуться назад?» «Может, я и не вернусь», — ответила она. «Но все равно я еду с тобой». Я почувствовал прилив непонятной печали, непонятной потому, что я совсем не знал этой женщины. На ее счет у меня было множество сомнений и подозрений, но, посмотрев в ее чистые глаза, я почувствовал свою родственную близость с ней. Я смягчился. Мой гнев исчез и уступил место странной печали. Оглядевшись, я понял, что эти огромные круглые таинственные холмы разрывают меня на части. «Эти холмы живые», — сказала она, прочитав мои мысли. Повернувшись к ней, я сказал, что и местность, и женщины повлияли на меня на каком-то очень глубоком уровне, уровне которого я в обычных условиях не достигал. Я даже не мог сказать, что действовало более опустошительно — местность или женщины. Атаки женщин были прямыми и ужасающими, но эти холмы вызывали постоянное неотступное опасение желания спастись от них бегством. Когда я рассказал об этом Лагорде, она отметила, что я очень точно определил эффект этого места, и что Нагваль оставил их здесь именно поэтому. Я никого не должен винить случившимся, так как сам Нагваль приказал этим женщинам попытаться уничтожить меня. «И тебе он тоже отдал подобный приказ?» — спросил я. «Нет, я отличаюсь от них, — сказала она. — Они сёстры. Они одно и то же, в точности одно и то же. Так же, как Паблита, Нестор и Бенинио одно и то же. Но только ты и я, мы можем быть одним и тем же. Сейчас это не так, потому что ты ещё не полный. Но однажды мы станем одним и тем же, в точности одним и тем же». «Мне сказали, что ты единственная, кто знает, где Нагваль и Хенара сейчас», — сказал я. Внимательно посмотрев на меня, она утвердительно кивнула. «Это верно», — сказала она. «Я знаю, где они». Нагваль велел мне взять тебя туда, если я смогу. Я предложил ей не ходить вокруг да около, а немедленно открыть мне их точное местонахождение. Казалось, моё требование ошеломило её. Извинившись, она заверила меня, что расскажет всё позже в дороге. Она умоляла не расспрашивать о них, так как получила строгие указания ничего не говорить до наступления подходящего момента. Лидия и Хосефина подошли к двери и уставились на меня. Я поспешно забрался в машину. Когда Лагорда садилась следом, было похоже, что она входила в пещеру. Она словно заползала в неё. Дон Хуан обычно поступал так же. Однажды я сказал ему, что разумнее было бы делать это так, как делаю я. Я полагал, что этот странный способ садиться связан с его отношением к автомобилю. Он объяснил мне, что машина является пещерой, и что в пещеры следует входить именно так, если мы намерены пользоваться ими. Пещерам, естественным или искусственным, присущ особый дух, и к этому духу следует приближаться с почтением. Вползание – единственный способ показать это почтение. Я колебался, можно ли спросить Лагорду о том, не Дон Хуан ли рассказал ей о таких деталях, но она заговорила первой. Она сказала, что Нагваль дал ей специальные инструкции на случай, если я останусь в живых после атаки Донни Саледак и трёх девушек. Затем она скользь заметила, что перед поездкой в Мехико мы должны побывать в одном особом месте в горах, куда обычно ходили Дон Хуан и Дон Хинар. Там она и сообщит мне информацию, которую Нагваль никогда прежде мне не открывал. Мгновение я колебался, а затем что-то во мне, не имевшее отношения к разуму, заставило меня согласиться поехать в горы. Мы ехали в полном молчании. Я несколько раз пытался завязать разговор, но она каждый раз останавливала меня энергичным жестом. Наконец, она устала от моих попыток и с нажимом сказала, что то, что она должна сообщить, будет сказано только на месте силы. И мы, пока не доедем туда, должны воздержаться от опустошающих бесполезных разговоров. После долгой езды и утомительной ходьбы в сторону от дороги, мы наконец достигли места силы. Было уже далеко за полдень. Мы очутились в глубоком каньоне. На дне его было уже темно. Хотя солнце еще освещало вершины гор над ним. Мы подошли к неглубокой пещере, которая находилась на северной стороне, пролегавшего с востока на запад каньоне. Я хорошо знал это место. Обычно мы с Доном Хуаном проводили здесь много времени. Перед тем, как войти в пещеру, Лагорда тщательно подмела пол ветками, как это обычно делал и Дон Хуан, очищая камни от клещей. Затем она нарезала большую охапку веточек с мягкими листьями с окружающих кустов и разложила их на каменном полу в качестве подстилки. Она жестом пригласила меня войти. Из уважения я всегда пропускал вперед Дона Хуана. Что же я хотел сделать и по отношению к ней, но она отклонила мое предложение, сказав, что нагваль я. Я вполз в пещеру так же, как она ползала в машину и засмеялся над своей непоследовательностью. Мне казалось нелепым обращаться с машиной, как с пещерой. Она предложила мне расслабиться и устроиться поудобнее. Причина, по которой нагваль не мог раскрыть тебе все свои секреты, заключается в том, что ты неполный, внезапно сказала она. И ты все еще остаешься таким. Но сейчас, после схваток с Донией Солидад и сестричками, ты стал гораздо сильнее. Что значит быть неполным? Все говорят, что только ты можешь объяснить это, сказал я. Это очень просто, ответила она. Полный человек. Это тот, кто никогда не имел детей. Она сделала паузу, как бы давая мне время записать сказанное. Я поднял глаза от своих заметок. Она внимательно смотрела на меня, оценивая эффект своих слов. Я знаю, что нагваль говорил тебе то же, что говорю я, продолжала она. Но ты не обратил внимания на его слова. Как, думаю, не обратишь и теперь. Я вслух прочел то, что записал, и повторил сказанное. Она хихихнула. Нагваль сказал, что неполный человек — это человек, у которого есть дети. Раздельно, словно диктуя, сказала она. Она внимательно посмотрела на меня, ожидая вопроса или замечания. Я молчал. Теперь я рассказала тебе все о том, что значит быть полным и неполным, продолжила она. И я сказала тебе это точно так же, как мне нагваль. Это не имело никакого значения для меня тогда, как не имеет никакого значения для тебя сейчас. Я невольно рассмеялся над тем, как она копирует Дона Хуана. У неполного человека дыра в животе. Маг может видеть эту дыру так же ясно, как ты видишь мою голову. Когда дыра находится в левой стороне живота, то ребенок, который произвел эту дыру, имеет тот же пол. Если же она находится справа, то ребенок противоположного пола. Дыра слева черная, справа бурая. Ты можешь видеть эту дыру у имеющих детей? Конечно. Есть два способа видеть ее. Маг может видеть или в сновидении, или непосредственно глядя на человека. Маг, который видит, смотрит на светящееся существо и без всякого труда определяет, есть ли дыра в светимости тела. Но даже если маг не знает, как это делать, он может посмотреть и различить темноту дыры через одежду. Она остановилась. Я уговаривал ее продолжать. Нагваль говорил мне, что ты записываешь, но потом не помнишь того, что записал, сказала она обвиняющим тоном. Я запутался в словах, пытаясь оправдаться. Но я знал, что сказанная ею правда. Слова Дона Хуана всегда оказывали двойное воздействие. Одно, когда я слушал что-то впервые, и другое, когда читал дома то, что записал, а потом забыл. Однако разговор с Лагордой был принципиально иным. У учеников Дона Хуана не было бесконечной глубины его знания. Их откровения, хотя и необычные, были лишены чего-то существенного и оставались лишь составными частями головоломки. Из-за необычного характера этих фрагментов картина не становилась более ясной, но только сильнее запутывалась. «У тебя была бурая дыра с правой стороны живота», — продолжала она. «Это значит, что тебя опустошила женщина». «У тебя есть ребенок женского пола». «Ты сказала, была дыра. У меня ее больше нет?» «Нет, она была залатана». «Нагваль помог тебе залатать ее?» «Без его помощи ты был бы сейчас еще более пустым». «Что такое эта заплата?» «Латка в твоей светимости». «Я не знаю, как еще объяснить это». «Нагваль сказал, что маг его уровня может в любой момент заполнить эту дыру. Но это заполнение — только латка без светимости. Любой, кто видит или сновидящий, может сказать, что это выглядит, как заплата свинцового цвета на желтой светимости остального тела. «Нагваль залатал тебя, меня и солидар. Но он предоставил нам самим восстановить свою светимость». «Как он залатал нас?» «Он маг. Он что-то вложил в наши тела. Он изменил нас. Мы больше не такие, как прежде. Заплата — это то, что он вложил туда. Как он вложил это туда и что это такое?» «Его собственная светимость». «Он сделал это своей рукой. Он просто проник в наши тела и оставил там свои волокна. Он сделал это со всеми своими шестью детьми и с солидаром. Все мы одно и то же, кроме солидар. Она совсем другая». Лагорда, казалось, не хотела продолжать. Она заколебалась и начала заклинаться. «Что представляет собой Донья солидар?» настаивал я. «Это очень трудно объяснить», сказала она после длительных уговоров. «Она такая, как и я, и все-таки другая. Она имеет ту же светимость, и все же она не с нами. Она идет в противоположном направлении, сейчас она больше всего похожа на тебя. Вы оба имеете заплаты, напоминающие свинец. Моя заплата исчезла, и я снова полное светящееся яйцо. Поэтому я и сказала, что ты и я будем совершенно одинаковыми в тот день, когда ты снова станешь полным. Нас делает в данный момент почти одинаковыми светимость нагваля. Одинаковое направление и еще то, что мы оба были пустыми. «Как выглядит полный человек?» спросил я. «Как светящееся яйцо, состоящее из волокон», ответила она. «Все волокна целые. Тогда он выглядит, как струны, туго натянутые струны. У пустого человека на краях дыры волокна оборваны. Если у него много детей, его волокна вообще не похожи на волокна. Эти люди выглядят, как два разделенных чернотой куска светимости. Это ужасное зрелище. Нагваль заставлял меня видеть таких людей, когда мы с ним были в городском парке». «Как ты думаешь, почему Нагваль никогда не говорил мне об этом?» «Он говорил, но ты никогда не понимал его правильно». Как только он видел, что ты неверно истолковываешь его слова, он менял тему. «Твоя пустота препятствует пониманию». Нагваль сказал, что для тебя это совершенно естественно – не понимать. Ведь когда человек становится неполным, он действительно опустошается, как тыква-горлянка, из которой вытряхнули содержимое. «Ты не обращал внимания на частые напоминания Дона Хуана о том, что ты пустой? Ты никогда не понимал, что он имеет в виду или что еще хуже не хотел понимать?» Лагорда вступила на опасную почву. «Я попытался отвлечь ее другими вопросами, но она отклонила их». «Ты любишь маленького мальчика и не хочешь понять, что Нагваль имеет в виду», сказала она обвиняюще. «Нагваль сказал, что у тебя есть дочь. Которую ты никогда не видел и что ты любишь того маленького мальчика. Одна взяла твое острие, другой захватил тебя. Ты соединил их вместе». Мне пришлось прекратить записывать. Я вылез из пещеры, встал и начал спускаться по крутому склону на дно лощины. Лагорда следовала за мной. Она спросила меня, не расстроился ли я из-за ее прямоты. Мне не хотелось лгать. «А как ты думаешь?» «Ты прямо кипишь!» воскликнула она и захихикала с такой знакомой мне непринужденностью Дона Хуана и Дона Хинара. Видимо, она едва не потеряла равновесие и схватилась за мою левую руку. Чтобы помочь ей спуститься на дно лощины, я поднял ее за талию. Я решил, что она весит не более 100 фунтов. Поджав губы, как это обычно делал Дон Хуан, она сказала, что весит 115 фунтов. Мы одновременно рассмеялись. Это был момент прямого непосредственного общения. «Почему ты все время пристаешь ко мне с этими разговорами?» спросила она. Я рассказывал ей, что когда-то был маленький мальчик, которого я безмерно любил. Мне казалось, что я просто обязан поговорить о нем. Какая-то чрезвычайная необходимость выше моего понимания заставляла меня открыться этой совершенно чужой женщине. Когда я начал рассказывать о мальчике, меня охватила волна ностальгии. То ли место так повлияло на меня, то ли ситуация, а может время дня. Для меня как-то слились воедино память о мальчике с памятью о Доне Хуане. Впервые за то время, что я не видел его, мне его смертельно не хватало. Лидия говорила, что они не тосковали о нем, так как он всегда был с ними. Он был их телом и духом. В это мгновение я знал, что она имела в виду. То же чувствовал и я сам. Однако в этой лощине меня охватило неведомое мне прежде ощущение. Я сказал Лагорде, что до сих пор ни разу не испытывал такой необходимости в Доне Хуане. Она не ответила. Она смотрела вдаль. По-видимому, ощущение тоски по этим двум людям было обусловлено тем катарсисом, которым стала в моей жизни встреча с каждым из них. И оба ушли. Я не осознавал до сих пор, насколько окончательным было это расставание. Я сказал Лагорде, что тот мальчик был для меня больше, чем другом. И в один день его отняли у меня силы, которые я не мог контролировать. Это было, пожалуй, самым сильным ударом, который я когда-либо получал. Я поехал к Дону Хуану просить о помощи. Это был единственный случай, когда я просил его помочь мне. Он выслушал мою просьбу, а затем разразился громким хохотом. Его реакция была столь неожиданной, что я не мог даже разгневаться. Я смог только сделать критическое замечание о том, что казалось мне бесчувственностью. «Какого действия ты ждешь от меня?» спросил он. Я сказал, что он, как маг, по-видимому, может помочь мне вернуть моего маленького друга ради моего утешения. «Ты не прав. Воин ничего не ищет для утешения», сказал он тоном, не допускающим возражений. Затем он занялся разгромом моих аргументов. Он сказал, что воин в любом варианте ничего не должен отдавать на волю случая. Воин действительно влияет на результаты событий силой своего осознания и своего несгибаемого намерения. Он сказал, что если бы у меня было несгибаемое намерение помогать этому ребенку и защищать его, я бы принял меры, предусматривающие его пребывание со мной. Но в своем нынешнем виде моя любовь является всего лишь пустым звуком, бесполезной вспышкой пустого человека. Затем он сказал что-то о пустоте и полноте, но я не хотел слушать его. У меня было только чувство утраты. И я был уверен, что пустота, о которой он говорил, относилась именно к этому чувству. Ты любил его, ты чтил его дух, ты желал ему блага, а теперь ты должен забыть его, сказал он. Но я был не в состоянии поступить так. В моих эмоциях оставалось что-то ужасно живое, несмотря на время, смягчающий их. Некоторое время мне казалось, что я забыл, но затем одно ночное происшествие произвело во мне глубочайший эмоциональный переворот. Я шел к себе в офис, как вдруг меня окликнула молодая мексиканка. Она сидела на скамье в ожидании автобуса и спросила, не идет ли этот автобус мимо детской больницы. Я не знал. Она объяснила, что у ее малыша давно высокая температура, и она очень беспокоится, так как у нее нет денег на лечение. Я подошел к скамейке и увидел стоявшего чуть поудаль маленького мальчика, который прислонился головой к спинке скамейки. Он был одет в курточку, короткие штанишки и шапочку. Увидев меня, он подошел к краю скамейки и прижался головой к моей руке. У меня головка болит, сказал он мне тихо по-испански. У него был такой тоненький голос и такие печальные глаза, что меня охватила волна бесконечной жалости. Я взял его на руки и отвез их с матерью в ближайшую больницу. Я оставил их там и дал матери достаточно денег, чтобы оплатить счет. Но мне не хотелось ни оставаться, ни узнавать что-либо о них. Мне хотелось верить, что я чем-то помог ему, и сделав это, я отплатил человеческому духу. Я научился этому магическому акту у Дона Хуана. Однажды я, потрясенный внезапным осознанием, что никогда не смогу отплатить ему за все, что он сделал для меня, спросил его, есть ли что-нибудь такое, что я смог бы сделать для тебя, чтобы сравнять черт. Мы как раз выходили из банка после размены мексиканской валюты. Я не нуждаюсь в том, чтобы мне платили, сказал он, но если тебе так хочется отплатить, сделай свой вклад в человеческий дух. Это может быть очень немного, но сколько бы ты ни вложил, этого всегда будет более чем достаточно. Помогая этому ребенку, я попытался отплатить человеческому духу за любую помощь, какую мой маленький мальчик сможет получить от других людей на своем пути. Я говорил Лагорде, что моя любовь к нему будет жива всю жизнь. Пусть даже я никогда не увижу его больше. Мне хотелось объяснить ей, что память о нем коренится так глубоко, что ничто не сможет хаснуться ее, но почему-то я промолчал. Становилось темно, а мне хотелось успеть выбраться из этой лощины. Давай-ка лучше уедем, сказал я. Я отвезу тебя домой. Может, когда-нибудь мы сможем обсудить все это. Она засмеялась надо мной так, как обычно смеялся Дон Хуан, хотя я, кажется, не сказал ничего смешного. Почему ты смеешься, Лагорда, спросил я. Ты прекрасно знаешь, что мы не можем уйти отсюда просто так, сказала она. У тебя здесь назначено свидание с силой, да и у меня тоже. Она вернулась к пещере и вползла в нее. Заходи, сказала она изнутри. Все равно у тебя нет возможности сейчас покинуть это место. Моя реакция была совершенно непоследовательной. Я вполз в пещеру и сел рядом с ней. Было ясно, что это опять какая-то уловка, но мне вовсе не хотелось вступать с ней в конфронтацию именно здесь. Мне следовало бы впасть в ярость, но вместо этого мной овладело безразличие. Я не мог лгать самому себе, что просто остановился здесь по пути в Мехико. Что-то свыше моего понимания заставило меня приехать сюда. Лагорда вручила мне мой блокнот и предложила записывать. Она сказала, что если я буду писать, то не только сам расслаблюсь, но и успокою ее. Что это за свидание с силой, спросил я. Нагваль сказал мне, что мы с тобой должны встретиться с чем-то из этих мест. Сначала у тебя была встреча с Солидат, затем с сестричками. Их целью было уничтожить тебя. Но Нагваль сказал мне, что если после их нападений ты останешься в живых, я должна буду взять тебя сюда, чтобы мы вместе оставались здесь для третьей встречи. Что это за встреча? Я и сама не знаю этого. Как и все остальное, это зависит от нас. Как раз теперь что-то ожидает тебя в этих местах. Я утверждаю, что оно ждет именно тебя, так как я приходила сюда одна много раз и ничего не случалось. Но сегодня вечером все иначе. Ты здесь и эта штука придет. Но почему Нагваль пытается уничтожить меня? Да не пытается никого уничтожать, протестующий воскликнуло Лагорда. Ты его дитя, а теперь он хочет, чтобы ты был им самим. В большей степени, чем любой из нас. Но чтобы быть им самим настоящим Нагвалем, ты должен проявить свою силу. Иначе он не готовил бы так тщательно нападения на тебя солидат и сестричек. Он научил солидат, как изменить свою внешность и стать молодой. Он заставил ее сделать этот дьявольский пол в ее комнате, пол, против которого не смог бы устоять никто. Видишь ли, солидат пустая. Так что Нагваль вдохновил ее сделать нечто грандиозное. Он дал ей самое опасное и трудное задание, уникальное, предназначенное только для нее. И это задание было прикончить тебя. Он объяснил ей, что нет ничего труднее, чем одному магу убить другого. Обычному человеку не трудно убить мага, как и магу обычного человека. Но в случае с двумя магами ситуация невероятно трудна. Нагваль сказал, что лучше всего было бы застать тебя врасплох и напугать. Это она сделала. Еще Нагваль подучил ее стать привлекательной и заманить тебя в свою комнату. А уж там ее пол околдовал бы тебя, потому что никто решительно не смог бы противостоять этому полу. Это был шедевр Нагваля и солидат. Но ты что-то сделал с ее полом. После этого солидат пришлось изменить тактику и опять же в соответствии с инструкциями Нагваль. Он сказал ей, что если вдруг что-то не удастся, то она должна говорить с тобой и рассказать тебе все, что бы ты не захотел узнать. И Нагваль в качестве последнего ресурса научил ее очень хорошо разговаривать. Но и в этом солидат не смогла тебя пересилить. «Почему так важно было одолеть меня?» Она сделала паузу и внимательно посмотрела на меня. Потом она прочистила горло и села прямо. Взглянув на низкий потолок, она с шумом выдохнула через нос. Солидат женщина подобная мне самой. Я расскажу тебе немного о своей жизни и тогда может быть ты лучше поймешь солидат. Когда-то у меня был мужчина. Я забеременела от него, когда была еще очень молодой, и у меня появилась одна за другой две дочери. Этот человек был пьяницей и бил меня днем и ночью. Моя жизнь была адом. Я ненавидела его, а он меня. Я стала жирной как свинья. Как-то раз мимо проходил другой мужчина. Он сказал, что я понравилась ему, и он хочет, чтобы я поехала с ним в другой город, в качестве платной служанки. Он знал, что я была очень трудолюбивой и собирался просто использовать меня. Но моя жизнь была настолько убогой, что я попалась на эту удочку и пошла с ним. Он был еще хуже первого, подлый и мерзкий. Через неделю или около того, он уже ненавидел меня, он привык избивать меня так, что ты и представить не смог. Я думаю, что он мог бы убить меня, не будучи даже пьяным, только за то, что я не нашла работу. Он послал меня нищенствовать с больным ребенком. Из денег, что я приносила, он что-то платил матери ребенка, а потом бил меня за то, что я мало принесла. Ребенок все слабел, и я знала, что когда он умрет, этот тип убьет меня. Поэтому однажды я пришла к матери этого малыша, дала немного денег и вернула ей ребенка. Тот день был удачным. Маленький сын заграничной леди дал мне 50 песо на покупку лекарства для ребенка. Я прожила с этим ужасным человеком три месяца, хотя они мне показались 20 годами. Все деньги были потрачены на возвращение домой. Я снова была беременна. Тот мужчина хотел завести своего ребенка, чтобы не платить за чужого. Вернувшись, я пыталась увидеть своих детей, но их забрала семья отца. Его родственники собрались под предлогом разговора со мной, но на самом деле они отвели меня на кустырь, избили камнями и палками и оставили умирать. Лагорда показала мне множество шрамов на голове. До сих пор не знаю, как мне удалось вернуться в город. Я потеряла ребенка, которого вынашивала. У меня никого не оставалось, кроме тетки. Мои родители уже умерли. Тетка дала мне кров и позаботилась обо мне. Она выхаживала меня два месяца, и я наконец встала на ноги. Однажды тетка сказала мне, что тот мужчина приехал лицу и сказал, что уплатил мне деньги вперед и что я сбежала, украв деньги, после того, как убила ребенка одной женщины. Я знала, что мне пришел конец. Но удача повернулась ко мне лицом, и я убежала на грузовике одного американца. Я увидела грузовик на дороге и в отчаянии подняла руку. Шофер остановился и разрешил мне сесть. Он привез не знала. Я скиталась по этой местности как бешеная собака, питаясь отбросами на улицах. И тут судьба опять повернулась ко мне лицом. Я встретила Паблида, и перед ним я в неоплатном долгу. Он взял меня в свою плотницкую мастерскую и выделил мне там угол для постели. Он сделал это из жалости ко мне. Мы встретились на базаре, когда он попал ему в глаз. Он развернулся на пятках, споткнулся и полетел на меня. Я думала, что он разозлится и ударит меня, но вместо этого он дал немного денег. Я спросила, не может ли он дать мне работу. Он взял меня в свою мастерскую, дал утюг и гладильную доску, чтобы я могла зарабатывать стерпи. Мне жилось очень хорошо, не считая того, что я еще больше растолстела, потому что большинство людей, которых я обстирывала, кормили меня объедками. Иногда я ела по шесть раз в день. Я постоянно что-то ела. Уличные дети смеялись надо мной, дразнили и крались следом, пока кто-нибудь из них не толкал меня и я не падала. Они доводили меня до слез своими жестокими шутками, особенно когда пачкали мне белье. Однажды поздно я не думала, что поблито может быть связан с таким жутким человеком. Повернувшись к нему спиной, я продолжала работать. Никого больше не было. Внезапно я почувствовала на шее ладони этого человека. Мое сердце замерло. Я не могла крикнуть, не могла даже дышать. Я упала, а этот ужасный старик держал мою голову около часа. Потом он ушел. Я была так напугана, что оставалось на полу до утра. Поблито нашел меня там. Засмеявшись, он сказал, что я должна гордиться, так как этот старик могучий маг, и что он один из учителей Поблито. Я была огорчена и не могла поверить, что Поблито маг. Он объяснил мне, что его учитель увидел совершенный круг бабочек, летающий над моей головой. Он видел также мою смерть, кружившуюся вокруг меня. Именно поэтому он действовал с быстротой молнии, меняя направление моих глаз. Поблито сказал, что надваль, возложил руки на меня и проник в мое тело, и что я скоро буду другой. Я не понимала, о чем он говорит. Точно так же я не понимала и того, что же сделал этот безумный старик. Для меня это не имело никакого значения. Я была похожа на единственной, кто был дружественным ко мне тогда. Сначала я думала, что он хочет, чтобы я стал его женщиной, но я была слишком безобразная, толстая и вонючая. Поэтому он на самом деле был просто добр ко мне. На следующую ночь тот старик пришел снова и опять схватил меня за шею. Он причинил мне ужасную боль. Я не понимала, что он делает. Он не произнес ни слова. Я смертельно боялась его. Позже он стал разговаривать со мной, объясняя, что делать с моей жизнью. Мне нравилось то, что он говорил. Он постоянно водил меня с собой, но моя пустота была страшным врагом. Я никак не могла принять его путей, и когда ему надоело возиться со мной, он наслал на меня ветер. Я была позади дома солидат в тот день, усиливающийся ветер. Он дул через забор и задувал мне глаза. Я хотела спрятаться в доме, но мое тело было напуганное, и вместо того, чтобы войти в дверь, вышло через ворота в ограде. Ветер толкал меня и заставлял кружиться. Я пыталась вернуться, но это было невозможно, так как я не могла одолеть силу ветра. Он гнал меня в сторону от дороги, пока я не упала в глубокую яму, похожую на могилу. Ветер держал меня там много дней, пока я не решила измениться, приняв судьбу без сожалений. Когда ветер стих, Нагваль нашел меня и привел обратно. Он сказал мне, что моей задачей будет теперь отдавать то, чего я не имела, любовь и внимание, и что я должна заботиться о сестрах. Лидии и Хосефине лучше, чем они сами о себе заботились. Только тогда я поняла то, что Нагваль говорил мне столько лет. Моя жизнь давно закончилась. Он дал мне новую жизнь. Я не должна была вносить в нее свои старые уродливые пути. В ту первую ночь, когда он нашел меня, на меня указали бабочки. Я не должна была восставать против своей и Хосефине больше, чем о самой себе. Выполняя все указания Нагвалья, однажды ночью в этой лощине и в этой пещере я обрела свою полноту. Я заснула прямо на этом месте, а потом меня разбудил шум. Подняв глаза, я увидела себя прежней, встроенной, цветущей, юной. Это был мой дух, возвращавшийся ко мне. Сначала он не хотел приближаться, ведь я была такой страшной, но он не смог противиться и подошел ко мне. И внезапно я поняла то, что Нагваль объяснял мне многие годы. Он говорил, что если человек имеет ребенка, то этот ребенок забирает острие его духа. Для женщины иметь девочку означает конец острия, иметь двух детей, как я, означает конец меня. Лучшие мои силы и иллюзии ушли к девочкам. Они похитили мое острие, как сказал Нагваль, так же, как я похитил его у своих родителей. Такова наша судьба. Мальчик похищает большую часть острия у отца, а девочка у матери. Нагваль сказал, что люди, имеющие детей, могли бы сказать о себе, если бы они не были такими упрямыми, что в них чего-то не хватает. ушла некоторая сумасшедшинка, некоторая нервозность, некоторая сила, бывшая раньше. У них всегда это было, но где это теперь? Нагваль сказал, что оно в маленьком ребенке, играющем возле дома, полном радости, полном энергии, полном иллюзии, другими словами, просто полном. Нагваль сказал, что если бы мы понаблюдали за детьми, то могли бы сказать о них, что они дерзновенные, отважные и вечно скачут. Если же мы понаблюдаем за родителями, то увидим, что они осторожные, пугливые и больше не прыгают. Нагваль сказал, что мы объясняем это тем, что они взрослые и имеют обязанности. Но это неправда. Дело лишь в том, что они потеряли острие. Я спросил Лагорду, что ответил бы Нагваль, если бы я сказал ему, что знаю сколько угодно родителей, у которых гораздо больше и духа и острия, чем у их детей. Она с наигранным смущением закрыла лицо руками и захихикала. Можешь спросить у меня, сказала она, хочешь услышать мое мнение? Конечно хочу. У этих людей больше решимости, а не духа, и они постоянно запугивая своих детей, приучили их к послушанию и смирению. Когда я рассказал ей об одном человеке отце четырех детей, который в 53 года полностью изменил свою жизнь. Он оставил свою жену и административную службу в большой корпорации, и это после 25 лет кропотливого продвижения по служебной лестнице и укрепления семьи, он решительно бросился и отправился жить на остров в Тихом океане. Ты хочешь сказать, что он отправился туда жить один? удивленно спросила Лагорда. Она разрушила мой аргумент. Я вынужден был признать, что он отправился туда со своей 25-летней невестой, которая несомненно была полной, заметила Лагорда. И опять я вынужден был с ней согласиться. Пустой мужчина всегда использует полноту женщины, продолжала Лагорда. Полная женщина опасна в своей полноте больше, чем мужчина. Она ненадежная, нервная, изменчивая, но при этом способна на большие перемены. Подобные женщины могут скачать и отправиться в какое угодно место. Там они ничего не смогут сделать, но прежде всего потому, что они и не собираются ничего делать. Пустые люди не могут больше так прыгать, но зато они более надежны. Нагваль сказал, что пустые люди подобны гусенице, которая оглядывается вокруг перед тем, как снова немного продвинуться, затем дают задний ход, затем снова немного продвигаются вперед. Полные люди всегда скачут, кувыркаются и почти всегда приземляются на голову, но им на это наплевать. Нагваль утверждал, для того, чтобы войти в другой мир, надо быть овном. Чтобы быть магом, надо иметь всю свою светимость, никаких дыр, никаких остриев. Мужчина ты или женщина, но ты должен восстановить свою полноту, чтобы войти в другой мир, там, вовне, в ту вечность, где теперь Нагваль и Хинара ждут нас. Она замолчала и длительное время пристально смотрела на меня. Было достаточно светло, чтобы писать. Но как ты восстановила свою полноту, спросил я. При звуке моего голоса она подскочила. Я повторил свой вопрос. Прежде чем ответить мне, она взглянула на свод пещеры. Я вынуждена была отказаться от своих девочек, сказала она. Нагваль объяснил мне, как сделать это. Он объяснял и тебе, но ты не захотел слушать. Он сказал, что надо похитить острие обратно. «Мы его трудным путем получили, похитив его», говорил он, «и мы должны восстановить его тем же путем. Это на самом деле очень трудный путь». Он вел меня к тому, чтобы сделать это, и в первую очередь мне необходимо было отказаться от любви к своим двум детям. Я должна была сделать это в сновидении. Шаг за шагом я училась не любить их, но нагваль сказал, что это бесполезно. Надо научиться еще и не заботиться о детях. Когда эти девочки перестали что-либо значить для меня, я должна была увидеть их снова. Я должна была мягко поглаживая их по голове, позволить своей левой стороне вытащить у них острие. И что же случилось с ними потом? Ничего. Они ничего не почувствовали и ушли домой. Теперь они похожи на взрослых. Пустые, как и большинство людей вокруг. Они не любят детских компаний, потому что им они не нужны. Я бы сказала, они стали лучше. Я отняла их ненормальность. Они не нуждаются в ней, а я нуждаюсь. Я не знала, что делала, когда наградила их ею. Кроме того, в них есть острие отца. Нагваль был прав. Никто не заметил потери. Я же заметила свое приобретение. Когда я выглянула из пещеры, то увидела все свои иллюзии, выстроенные в ряд, как солдатская шеренга. Мир был ярким и новым. Тяжесть тела и духа исчезла. И я стала совершенно новым существом. «Ты знаешь, как ты взяла острие у своих детей? Они не мои дети. Я никогда не имела никаких детей. Посмотри на меня». С этими словами она вылезла из пещеры и задрала юбку, показывая мне свое обнаженное тело. Прежде всего я заметил, какая она стройная и мускулистая. Она заставила меня подойти поближе и осмотреть ее. Ее тело было худым и твердым, что у нее никогда не было детей. Она поставила свою правую ногу на камень и показала мне влагалище. Она слишком старалась и мне пришлось рассмеяться, чтобы скрыть нервозность. Я сказал, что я не доктор и не мне судить, но очевидно она права. «Конечно права», сказала она, заползая обратно в пещеру. Никто никогда не выходил из этой матки. После минутной паузы демонстрации вопрос. «Моя левая сторона просто взяла свое острие обратно», сказала она. Я всего лишь пошла и навестила своих девочек. Чтобы почувствовать себя с ними легко, я ходила туда пять или шесть раз. Они выросли и уже ходили в школу. Я думала, что придется бороться с собой, чтобы отказаться от любви к ним. Но Нагваль сказал, что это не имеет значения, и я могу их любить, если мне так хочется. И я любила, но моя любовь к ним была любовью постороннего человека. Мой ум был подготовлен, мой замысел не сгибаем. Для того, чтобы осуществить его, мне нужно было все острие моего духа. Мне нужна моя полнота. Ничто не могло помешать достичь мне того мира, ничто. Она вызывающе уставилась на и ты, если стремишься к полноте, должен отказаться от обоих. От женщины, опустошившей тебя, и от маленького мальчика, забравшего твою любовь. От женщины ты можешь отказаться легко. Маленький мальчик это совсем другое. Неужели ты думаешь, что твоя бесполезная привязанность к этому ребенку настолько важна, что стоит входа в ту сферу? Мне нечего было сказать. И не потому, что мне надо было обдумать ответ. Просто я был в полном замешательстве. Соледад, если она хочет войти в нагваль, должна отнять свое острие у Паблита, продолжала она. Как, черт возьми, она собирается сделать это? Паблита, как бы слаб он ни был, все-таки маг. Но нагваль дал соледад уникальную возможность. Он сказал, что у нее будет единственный шанс сделать это, когда ты войдешь в дом. Ради этого мгновения он заставил нас переехать в другой дом. Но сначала мы должны были выровнять тропу к дому, чтобы ты мог беспрепятственно подъехать на машине к самой двери. Он сказал ей, что если она будет жить безупречно, то сможет захватить тебя и высосать светимость, оставленную в своем теле на гвалю. Ей совсем не трудно было бы сделать это. Она идет в другом направлении и могла бы выжать тебя досуха. Величайшим искусством для нее было довести тебя до полной беспомощности. Если бы она убила тебя, твоя светимость увеличила бы ее силу, и тогда она явилась бы за нами. Я была единственной, кто знал об этом. Лидия Роза и она взяла бы нас в подходящий момент одну за другой, так как ей нечего было терять, а приобрести она могла все. Нагваль сказал, что для нее нет другого пути. Он верил в девушек и объяснил, что делать, если солидат придет за нашей светимостью. Он рассчитывал, что у меня есть шанс спасти себя и возможно одну из трех девушек. Понимаешь, солидат совсем неплохая женщина, просто она делает то, что должен делать безупречный воин. Сестрички любят ее больше, чем своих собственных матерей. Она настоящая мать для них. Нагваль сказал бы, что в этом и состоит ее преимущество. Что бы я ни делала, я не в состоянии оттолкнуть от нее сестричек. Так что убив тебя, она бы потом взяла минимум двух из этих доверчивых дурачек. Без тебя Поблито стал бы ничем. Она могла бы раздавить его как клопа. И тогда со всей полнотой и силой она вошла бы в тот мир. Будь я на ее месте, я бы наверное действовала точно так же. Как видишь, для нее это было все или ничего. Когда ты появился в первый раз, все ушли. Это казалось концом для тебя и кого-то из нас. Но это для сестер. Когда я уже знала, что ты одержал верх, я сказала трем девушкам, что теперь их черед. Нагваль говорил, что они должны ждать утро, чтобы захватить тебя в ростло. Он рассказал, что для тебя утро самое плохое время. Он приказал мне оставаться в стороне и не мешать сестрам, но явиться, если ты попытаешься причинить вред их светимости. мужской стороной их светимости. Их полнота временами бывает их недостатком. Нагваль правил ими железной рукой и уравновешивал их. Но теперь, когда он ушел, у них нет уравновешивающего фактора. Твоя светимость могла бы сделать это для них. А как насчет тебя, горда? Ты тоже планируешь прикончить меня? Я уже сказала тебе, что я другая. Я уравновешена. Моя пустота, бывшая раньше недостатком, теперь стала моим преимуществом. Когда маг восстанавливает свою полноту, он уравновешен, тогда как магу, всегда бывшему полным, равновесие явно не достает. Таким был Хинаров. Нагваль был уравновешен. Ведь он был пустым, как и ты, но в большей степени, чем ты и я вместе взяты. У него было три сына и дочь. Сестричкам подобно Хинаров не достает уравновешенности. Часто настолько сильно, что они не знают меры. А как же я гордо? Я что, тоже должен действовать в этом духе? Нет, отнять твою святимость это годилось только для них. Тебе не извлечь пользы из чьей-либо смерти. Нагваль оставил тебе особую силу какого-то особого рода равновесия, которого нет ни у одного из нас. Могут ли они научиться такому равновесию? Безусловно могут, но это не имеет отношения к заданию, которое они должны были выполнить. Им нужно было похитить твою силу. Для этого они стали настолько едиными, что сейчас являются практически одним существом. Они тренировали себя, чтобы выпить твою светимость, как стакан воды. Нагваль научил их быть обманщиками высшего класса, особенно Хосефину. Она устроила для тебя несравненный спектакль. По сравнению с их искусством, игра солидат была детским лепетом. Она неотесанная женщина, сестрички же настоящие маги. Две из них завоевали твое доверие, а третья привела в шоковое состояние и сделала тебя беспомощным. Они разыграли свое представление в совершенстве. Ты полностью включился в него и чуть не погиб. Единственным их слабым местом было то, что ты прошлой ночью повредил, а затем излечил светимость розы. Это сделало ее нервной. Если бы не ее нервозность, из-за чего она и покусывала твой бок так сильно, у тебя сейчас не было бы шансов находиться здесь. Я видела все из-за двери и вошла в тот самый момент, когда ты был готов стереть их в порошок. Как я мог уничтожить их? Откуда я знаю? Я не ты. Но ты ведь видела, что я делал? Видела выходящего из тебя дубля. Как он выглядит? Он выглядит, как и ты, как же еще? Но он был очень большой и грозный. Твой дубль убил бы их. Поэтому я вошла и вмешалась. Мне потребовалась вся моя сила, чтобы укротить тебя. Сестрички были беспомощны. А ты был яростным и неистовым. Ты изменял цвета прямо перед ними. Один цвет был особенно неистовым и устрашающим. Я даже испугалась, что ты заодно убьешь и меня. Как это был цвет гордо? Белый какой еще? улыбка стала какой-то новой. Да, продолжала она. Мы являемся кусочками солнца. Именно поэтому мы светящиеся существа. Но наши глаза не могут видеть эту светимость, так как она очень тусклая. Только глаза мага могут видеть ее. А это приходит после целой жизни борьбы. Ее откровение было для меня полным сюрпризом. Я попытался собраться с мыслями, чтобы задать подходящий тебе что-нибудь о солнце? спросил я наконец. Да, все мы подобны солнцу, только очень-очень тусклые. Наш свет слишком слаб, но это свет. Но может быть он говорил, что солнце это нагваль, упорно настаивал я. Лагорда не ответила. Она почмокала губами, по-видимому соображая, как лучше ответить. Я ожидал ответа, готовый записать его. После долгой паузы она выползла из пещеры. Я покажу тебе мой тусклый цвет, сказала она, как само собой разумеющийся. Она подошла к центру узкой лощины, позади пещеры и присела на корточке. С моего места не было видно, что она делает, так что пришлось выбираться из пещеры. Она засунула руки под юбку, по-прежнему сидя на корточках. Внезапно она встала. Ее руки были подняла их над головой и щелкнула пальцами, открывая их. Я услышал резкий звук, словно что-то лопнуло, и увидел искры, вылетающие из ее пальцев. Я был вынужден запрокинуть голову вверх, чтобы видеть их на фоне тусклого неба. Они выглядели как длинные нити красноватого цвета. Спустя некоторое время они гасли и исчезали. Спасибо.